Здарова, друзья! Сегодня я решил немного обновить рубрику игр для слабых ПК, ведь видосов на эту тему уже было очень много. В них озвучивалось множество самых популярных и не очень проектов прошлых лет, а о том, сколько разных топов для слабых ПК гуляет по Ютубу, я вообще молчу. Поэтому, чтобы не повторяться или говорить о совсем уж забытых проектах, я решил брать игры из Стима. Не все они будут мега популярные, но все же я их отбирал по рейтингу, так что думаю для себя вы однозначно найдете что-то интересное. Игры все новые и это главная особенность этого топа, вышли в прошлом месяце, но поскольку они по большей части от независимых разработчиков, у которых не шибко много финансов, соответственно и сильно требовательными их тоже назвать нельзя. На слабом ПК они однозначно запустятся, так что усаживайтесь поудобнее и... погнали! Ты что, еще не играешь в World of Warships? Да ты просто тратишь свою жизнь зря. В кораблях можно ходить по воде, стрелять по воде, торпедировать Ямато, отомстить за Титаник, играть в веселую мини-игру на выживание, торпедировать Ямато еще раз, исследовать морское дно, сгонять на юг и посмотреть мир, наконец-то потопить Ямато. В общем, здесь можно делать все, что только можно представить. А регистрация по ссылке в описании дает тебе бесплатный премиум крейсер Албани и 2 миллиона серебра в подарок. Левел 99 X-Rage. Это экшен-платформер, который, по заверению самих разработчиков, является прекрасным ностальгическим аттракционом по играм из 80-х и 90-х. Создатели сделали все возможное, чтобы сохранить и перенести в игру дух того времени. Геймплей, графика, атмосфера и саундтрек. Все соответствует действительности и очень даже бодро играется. Рекомендую оценить. Gamma Blast. Это еще одна очень динамическая игруля, где вам предстоит на космическом корабле прорываться через полчища противников и уничтожать гигантских боссов. Противников в этой игре настолько много, что буквально весь экран будет заполнен вражескими снарядами, от которых вам необходимо ловко уворачиваться. Так что отчасти игру даже можно назвать очень хардкорной. Candy Snake Master. Ну, в общем, это всеми известная змейка, только на максималках. Так же, как и всегда, ползайте по карте, поедайте ресурсы, становитесь больше и уворачивайтесь от противников, чтобы они не сбили ваш рекорд и вы стали лучшим из лучших. Delver. Это необычная пиксельная приключенческая игра, где вам необходимо собирать кристаллы, путешествуя по разным локациям, в числе которых находятся и густые леса, и темные подземелья. Врагов здесь также очень много. Арсенал оружия, правда, небольшой, но не волнуйтесь, вы сможете за себя постоять. А если вам нравятся подобные игры, то удовольствие вы тоже получите. Тем более, что отзывы у игры очень положительные. All Stars Rising Cup. Это, пожалуй, одна из самых аркадных гоночек в мире, главным достоинством которой является мультиплеер. Игра обычная, простая в ознакомлении, нетребовательная к железу, и если играть в нее с друзьями, то удовольствие от нее, конечно же, тоже можно получить. Если есть желание, то можете в нее поиграть. Freeman Gorilla Warfare. Новый тип шутера от первого лица в сочетании со стратегической игрой и элементами RPG. Здесь вам предстоит зарабатывать деньги, создавать свою собственную армию, управлять городами, вести бои, играя от первого лица, продумывать свой каждый шаг и стремиться к победе. Необычно, многообещающе и графон на уровне. Вроде бы годно. Cartoon Hero. Это мультяшный 3D платформер с уникальным художественным стилем, если его, конечно, можно так назвать. В общем, если вам нравятся олдскульные и яркие 3D платформеры, то эта игра сможет вас удовлетворить. Исследуйте несколько мультяшных миров, обойдите все ловушки и найдите выход из всех лабиринтов. Bounce Rescue. Это аркадный платформер с элементами головоломки, в котором группа героев будет пытаться спасти своих друзей. Исходя из такого описания, несложно догадаться, что игра по большей части рассчитана на совместное прохождение. Но и одному в нее тоже можно поиграть, так что если заинтересованы, вперед! Property. Это многопользовательский хоррор от первого лица, в котором, играя за маньяка, вам необходимо охотиться за людишками, которые пытаются от вас спрятаться. Не сложно догадаться, откуда именно позаимствована эта идея. Но все же стоит отметить, что игра может предложить вам что-то новое, а именно рандомно генерирующиеся уровни. Хотя, если на них посмотреть, то они уже слишком похожи друг на друга. И думаю, великого разнообразия ожидать не стоит. Но поиграть разочек можно. Glitches Trip. Это экшн-платформер, в котором вам необходимо путешествовать по четверым разным игровым мирам, чтобы достичь своей цели. Ну а также, в процессе этого, вы будете много стрелять, убивать мобов, боссов и парочку головоломок, вам также необходимо будет решить. Поэтому, почему бы вам в нее не поиграть? Beyond Arms Reach. Это прекрасный инди-проект, геймплей которого заключается в перемещении по карте главного героя с помощью крюка кошки. Да, на этом построена вся игра. Вы постоянно будете смотреть, за что зацепиться и докуда долететь. Также, вы будете решать и несложные головоломки. Ну и в целом, карты здесь весьма просторные и графика тоже неплохая. Так что, поиграть в эту игру, думаю, стоит. Threadnose. Эта игра дает вам возможность поучаствовать в эпических танковых сражениях для четверых игроков. Ездите вверх по стенам, запрыгивайте на крыши, давите своих друзей, как тараканов. Стреляйте с воздуха, выполняйте красивые маневры и уничтожайте карту. Разрушаемость здесь, кстати, очень сильно похожа на всеми известных червячков. Да и геймплей в целом тоже. Выглядит и играется все это очень забавно. Matchtroid. Это аркадный приключенческий шутер с видом сверху, в котором вы, играя за робота, будете расхаживать по просторным картам и убивать роботов побольше. Разновидностей врагов в игре очень много, плюс у вас будет возможность улучшать свою машину для убийства. Тем самым вы будете становиться лучше и убивать станет проще и эффективнее. Silent Descent. Это весьма графонистый хоррор от первого лица, в котором, играя за Сэмуэля Харриса, вам необходимо бродить по мрачному дому и избегать разные кошмары, коих в этой игре ох как немало. Главная задача любого хоррора – пугать. И эта игра со своей основной задачей однозначно справляется. Любите хорроры? Тогда вперед! Анцестес Легаси – бета. Да, игра еще официально не вышла, но поиграть в бету вы можете совершенно бесплатно, и это, кстати, не реклама. Просто игра имеет очень положительные отзывы в стиме, что позволило ей засветиться в топе, и, соответственно, таким вот образом я обратил на нее внимание и решил добавить в видос. Ну а если говорить коротко о самой игре, то это очень даже масштабная графонистая и многофункциональная стратегия про викингов. Если заинтересованы, то вперед! Дандара – это еще один экшен-платформер, но в этот раз с вертикальным геймплеем и вроде как очень даже качественным сюжетом, о котором многие крайне хорошо отзываются. Мир этой игры висит на волоске от краха. Горожане когда-то были свободными духами, но теперь их угнетают и изолируют. Однако еще не все потеряно, ведь в атмосфере страха появляется героиня, луч надежды, и имя ей – Дандара. Блик – это увлекательная пространственная головоломка от первого лица. В игре вам предстоит стать студентом одного из лучших учебных заведений мира. Пройдите курс учебной программы, решите все головоломки и, выполнив финальное испытание, станьте гордостью Академии. Самсара – Зи, так зовут главную героиню игры, потерялась в красивом, прям замечательном, но запутанном мире игры под названием Самсара. И теперь, используя таинственные блоки и мощные порталы, вам необходимо помочь Зи пробудиться и покинуть этот фэнтезийный, но опасный мир. Lost God Lost God – это очень атмосферная приключенческая игра в сказочном и опасном мире троллей и прочих монстров. Играя в эту игру, вам предстоит пройти через множество темных тоннелей, жутких развалин, лабиринтов и лесов. Но ведь на то это и приключения. Повествование у игры отличное, графика мультяшная и в целом неплохая, да и геймплей тоже. Так что, вперед к приключениям! The Forbidden Arts В этой игре, играя за обыкновенного подростка, вам предстоит окунуться в мир его видений, дабы разгадать тайну приближающейся угрозы и спасти мир от темного некроманта. В игре вас ожидает стандартный платформенный геймплей, головоломки, сюжет, веселые приключения и много чего другого. Так что, обязательно оцените. Ну а на этом, пожалуй, все. Не забывайте поставить данному видосу лайк, оставить свой царский комментарий, нажать на колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропускать моих новых видео. Ну а также, вы можете вступить в группу ВКонтакте, где найдете много интересных новостей по фильмам, играм и сериалам. И еще, обязательно заглядывайте на мои стримы, которые проходят каждую пятницу в 16.00 по МСК на этом YouTube-канале. Всем удачи, друзья, и всем пока!